Реконструкция этого объекта позволила поширить спектры медицинских послуг и повысить их якость. Настасья Кучинская расскажет больше подробно. Мне здесь особенно понравилось детское отделение, что регистратура лично для детей, не общая. А лишь самое важное для Жахароу района у одновленной поликлиницы – сучастное обсталявание и новые медицинские послуги. В этом объекте Аховы здоровья обслуговывается коляд 14 тысяч человек. Зараз для их стали доступны многие медпослуги, яких ранее учащерскую не оказывали. Делали упор на развитие малоинвазивных методов исследования, поэтому мы закупили колоноскоп, бронхоскоп, лорендоскопы. Закупили новое место врача-офтальмолога. Оборудование, которое, конечно, позволит населению Чарского района проходить диагностику и лечение основной патологии на базе нашего учреждения, что исключит в свою очередь поездки в областные учреждения. Адрамонтованный будинок медустановы различены на 300 наведваний у измену. Агульный объем укладенных у реконструкцию сродков – больше 3,5 миллиона у последенеминационных рублях. Увод у эксплуатацию поликлиники относится до третьего пускового комплекса реконструкции Чарширской центральной районной больницы. Гэтый процесс ожитивляется поэтапно и работы будут протягиваться. На этом объекте удалось сэкономить денежные средства. Общая сумма экономии составила около 9 миллиардов рублей. И эти денежные средства будут направлены на следующую очередь на данном объекте. Планируется, что это будет проектно-сметная документация по реконструкции пищеблока. Настасия Кучинская, Валерий Гапанько, телерадио «Кампания Гомель» Шачерска. Сегодня в Беларуси началось дотерминовое голосование по выборах депутатов Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь. Пройсти на выборчие участки можно до 10 вересня, уключно, с 10 до 14 годин и с 16 до 19. С первыми выборщиками сустрелся Алексей Нцерову. Филиал номер 7 в Омске сетке публичных библиотек, звычайно, працует за 11 годин. Но 6 вересня он очинил свои дверы на годину ранее. Справа в том, что у будинку библиотеки находится участок для голосования по выборах депутатов Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь. За 5 минут до открытия участка все члены комиссии сбираются разом. Сгодно с протоколом, я есть старшиня Алена Давыдовская, демонструю пустую урну для голосования. Я щепрос некакий секунд скрыть не опечатывать. У таким выгляде она будет находиться до 21-11 вересня. Коли выборы парламентария завершатся, и пошнется падли к бюллетеню. На участку прогнозуют, что активность населенства будет значной. Участок уже достаточно серьезный. Жители данного участка – это люди возрастные, они обычно активно принимают участие. Первые выборщики на 24-й участок Гомельской центральной выборчей округи приходят 10 хвилин после початка детерминного голосования. Кажут, что с выбором кандидата вы значилися загадя по час особистых встреч при проведении агитационной кампании. Основное потребование, как это был адекватный и инициативный человек, який с долей забеспечить головное мирное житё и годный добробыт. Чтобы не было конфликтов между государствами, не было дружбы всегда между людьми. Дети учились, наши внуки учились. А для пенсионеров спокойная жизнь и вовремя, чтобы мы получали пенсию. Участок номер 20 Гомельской центральной выборчей округи размещены у будинку 27-й средней школы. Следы участковой комиссии кажут, что первые выборщики пришли сюда просто 2 хвилины после открытия. Хоть наибольшую значную активность подчас детерминного голосования. Тут всё-таки прогнозуют перед выходными, коли люди будут избираться на дачные участки. До речи, всё это выборы парламентарии проходят по новых правилах. В один тур и без нижнего порога у Ялки. Переможцем станет той, кто отримает большие голосов. Иншая справа, что проводить выборы у любого выпадка необходимо на высоком организационном узровне. В 27-й Гомельской школе сдолили гармонично сполучить проведение голосования и в учебный процесс. Одинное, что пришлось изменить, унести некоторые коррективы у пропускную систему и притягнуть и неколько наставников у якости волонтёров. Вахтёр регистрирует тех, кто приходит к администрации школы. А люди, которые идут на избирательный участок, доступ совершенно свободен. Достаточно гражданину, идя мимо вахтёра, сказать, что я на избирательный участок. Вахтёр, наоборот, даже поможет, покажет, что вот есть стрелочка, и вы по стрелочкам поднимаетесь наверх. Кроме того, у нас очень чётко организовано дежурство педагогов на первом этаже, которые тоже могут и престарелому избирателю помочь сюда подняться, найти избирательный участок и каким-то образом отрегулировать пропускной режим в помощь вахтёру. Олег Сентяров, Ёвген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Верасень объявлены месяцем безпеки у будовничных организаций Гомельской области. У регионе означается рост покажчика у травматизму. Яху основными причинами специалисты называют порушение працонной и вытворчей дисциплины, правила уаховы працы, не меньший уплыв оказывая невыконание службовых обовязков отказными особами. Почас проведения месячника запланованным мониторинге дисциплины на будовничных объектах. Особливая увага будет звернута на забеспечение наймальниками, контролю аховы працы и физичного стану людей, які заняты на работах со шкодными и небеспечными умовами працы. Мобильные группы наведують практично все объекты будовництва у кожным районе Гомельской области. Запланованы так само нарады и семинары по ахове працы. В работе мобильных групп примут участие председатели районных объединений профсоюзов, которые наделены правами общественных инспекторов. В рамках месячника безопасности пройдут совещания и семинары по охране труда. Профсоюзами также будет организовано обучение профактива и проведен конкурс на лучшего общественного инспектора. Итоги месячника безопасности на производстве будут подведены на заседание президиума Гомельского обкома профсоюза строителей. Сезон восемьских кермашов у Гомельской области стартует 17 вересня. Традиционные они будут працевать в выходные дни во всех районных центрах, а так само в буйных сельских населенных пунктах. Самый масштабный гандль разгорнется у Гомели. Тут на площади Паустанне продаж сельгазпродукции могут життявлять одночасово больше, как 100 гандлевых кропок. В работе кермашов примутся дел сельско-газподарческие предприемства, гандлевые организации, рыбоводческие господарки, предприемства перепрацовочной промысловости, а так само с поживецкой кооперацией. Кермаши будут сопроводжаться оформленными подворками, культурной программой и шматликими дегустациями. Важные аспекты гандлю – больше низкие цены на продукцию. Белорусский червонный крыж означает сенье 95-годовый юбилей. За минулый час товариство занималось самыми розными справами, али заусёдые не были накерованы наказание допомоги людям. Наши корреспонденты проехали по адресах, где в эти дни працуют медицинские сестры червонного крыжа. Белорусский червонный крыж допомогу тем, кто мает этим потребу, оказывает самого початку своего иснования. У 1921-м – жахарам по Волжа, якие покутывали от голоду. Потом уже мясцовым жахарам хворым на сыпный тыф, холеру, малярию, сухоты. Об масштабах проблемы можно мерковать по такой лишьбе. На початку 20-х годов на территорию сучасной Беларуси сыпный тыф регистровался у кожного десятого. После великой отчинной створали санитарно-эпидемиологичные отрады, допомагали инвалидам войны и шевствовали над дитяшими домами. Тема оказания допомоги неполнолетним у Вогули стала для «Червоного крыжа» одной из головных на долгие годы. С 1 вересня этого года в Гомельскую областную детячую больницу что день приходит сестра милосердности, которую неофициально называют «няней червоного крыжа». Ее задача – допомогать медперсоналу у доглядя за детьми-инвалидами, например, ци у Вогули детьми с тяжкими захворываниями. Самым маленьким – еще не мая года. Заразу областной организации набыли ноутбук, який так само установили у больницы для демонстрации маленьким пациентам мультфильмов. Пакуль такая допомога на Гомельшине оказывается только у одной больницы. Але, коли этот опыт будет признан удалым, его меркуется расповсюдить и на іншые установы оховы здоровья. Вообще, конечно, это наша такая идея. Идея, если все будет прекрасно, то еще дополнительно взять таких нянечек на работу и распространить, еще добавить. Если администрация данной больницы не будет против, то в эту больницу или же в какую-либо другую, где есть детки, которые нуждаются в такой помощи. Одинокие и одиноко проживающие пенсионеры – это та категория нашего громадства, яким червоный крыш, так само оказывая постоянную допомогу. Медицинская сестра милосердности Святлана Глушакова до своих подопечных Ивана и Марии Ясипович приходит некальки разу на тыдень. Необходно и тиск померить, и узровень цукру у крови удокладнить, и консультации по уживанию медпропаратов дать. А прошатаго, таким людям потребны и простые человеческие зносины, хоть в оголе быть сястрой милосердности совсем нелегко. К Марии Харитоновне, допустим, или к Ивану Петровичу врача вызвать, где-то таблетки, давление померить. А вот уже с лежачими там потруднее, конечно, там более забот. Гомельская областная организация Белорусского червонного крыжа сёня гэта 50 штатных супрацовников, каля 2 тысяч волонтеров и 200 тысяч членов организации. На керунке деяностей самые разнастайны. Починаюшись с 2014 года, наприклад, допомога беженцам з Украины, яким выдаются ваучеры, наденья и харчавання, а так само оплачивается лечення. Хоть и спис белорусских грамадян, яким потребна допомога червонного крыжа, так само немаленький. Гомельский Красный Крест сейчас, в первую очередь, оказывает помощь, конечно же, одиноким, одинокопроживающим, инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям, тем, кто нуждается непосредственно в нашей помощи. Это и одинокие мамы, воспитывающие детей самостоятельно, это семьи, которые воспитывают инвалидов, то есть все те, кто нуждается в помощи, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Кампания Гомель». Сегодня 14 годов, дня заснования, означает и Белорусский Республиканский Союз Молодей. Одно из самых шматликих громадских объединений в Украине, зараз наличивает 500 тысяч молодых людей. На Гомельщине, членами БРСМ, з'является около 80 тысяч человек. Одна из головных задач, процелоткование молодей, з'является протягом студотрадовского, комсомольского руху. Далее, по выниках опошнего працонного семестра, областная организация БРСМ стала лепшим в Белоруссии по колькости процелоткованных молодых людей. 15 тысяч человек вошли в состав працонных отрадов и еще 6 тысяч волонтерских. Самым популярным накерунком з'являются сельско-господарчие отрады. Основная масса молодых людей трудится на уборке урожая. Сейчас активно принимали участие и в уборке зерновых. Сейчас сентябрь-октябрь, пойдет уже уборка овощей. И здесь мы тоже не останемся в стороне. Студенты наших вузов и школ будут свободны от учебы времени принимать активное участие в уборке урожая. Дать возможность заработать свой первый рубль молодому человеку это не только и материально его поддержать, но и в то же время воспитательный момент. Поэтому мы здесь уделяем очень большое внимание. Не покидая по зауваге Белорусский Республиканский Союз молодей и доброчинные справы. Одна из недавних акций у школы с добрым сердцем. Ее мета – допомогать детям с малозабеспеченных семьях подрихтоваться до школы. Больше, как 300 детей отримали до начала нового научного года школьные принадлежности, собранные активистами БРСМ. Школьные харчаванья обмеркуют сёння гости вечернего шоу «Добрый вечер, Гомель». Як распрацовываются нормы харчаванья? Якие стравы з'являются любимыми у школьников и какие новые рецепты пропонуют повары у гэтом научальном годе. На гэтая и иншая актуальная пытанья откажутся эксперты программы. У другой час с вечернего эфиру глядачы познайомятся с жихарами Гомельского контактного запарку. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19.30 на телеканале «Беларусь4». И об спорте. Жанучая команда гандбольного клуба «Гомель» 9 вересня проведе перший матч квалификации Лиги чемпионов. Соперниками гамельчанок будет немецкая команда Лейпцих. Турнир отбудется у испанским городе Сан-Себастьян. У другой пары сгуляют помеж собой австрийский хипа и испанская бера-бера. Переможцы на наступный день сустренутся у финале. Неудачники позмагаются за третье место. У групповой этап Лиги чемпионов трапить только переможцы турниру. Остатние команды без Еврокубков не застанутся. Яны продолжат выступление в Кубку ЕГФ. Гомель отправляется в Испанию завтра. У складе нашей команды немало гандболисток, які мают богатый опыт выступления в Еврокубках. Мета только перемога, не глядячи на мост соперников. Заразголовно для гандболисток передолить хвалявания и показать усе, на что стольные. И тогда будет выник. Все надо быть спокойно, поехать без каких нервов. Потому что если будем нервничать, не можешь показать, что умешь. И просто мы не можем ничего потерять, можем только много получить. Если же будем выиграть первую игру, потом можем еще спокойно играть вторую. Просто ехать, достойно наступать. На этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам пленнага вечера. До новых сустреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова